Лапа. Спасибо. После двух с половиной месяцев разлуки долгожданные объятия с родными. Мама, папа, жена и сын верили, надеялись и мечтали о триумфе единственного паралимпийца из Иркутской области. К успеху на главных стартах Роман шел с детства. Родители не просто одобрили решение сына заниматься бегом, но и постоянно поддерживали его. Эта бронза досталась атлету непросто. Сначала травма на сборах, которая мешала подготовке, потом карантин и вот долгожданная паралимпиада. Ожидания наставников и семьи Роман Тарасов оправдал. Стометровку Саянец преодолел за 10,88 секунды. Прям очень тряслись, сын там радовался, сидел, как только видел его. Прям эмоции были бешеные, когда его видели. Не видели давно, да, уже месяца два-три, наверное. Переживали очень сильно, аж прыгали. Молодец, но он долго к этому стремился, шел. Шансы побороться за еще одну медаль у Романа Тарасова были. Правда, в финал комбинированные эстафеты у нашей команды выйти не получилось. И все-таки сам атлет отмечает. Партнерами гордится, ведь все выступали на пределе своих возможностей. Но вдали от дома пришлось побыть еще некоторое время. Его ждала приятная командировка в Москву, где Роману Тарасову призвоили звание заслуженного мастера спорта. Я очень рад вернуться домой, наверное, это долгий был путь, наверное, возвращения домой из самых моих всех соревнований, которые я испытывал. Я очень рад был увидеть своих родителей, жену, друзей. Сейчас осталось только обнять сына, которого я жду, не дождусь, когда увижу. Это самое, наверное, у меня самое дорогое, что я должен сейчас сделать, обнять сына и одеть медаль уже на него. Сейчас у Романа Тарасова отдых, а после подготовка к новым вызовам. Ведь не за горами Париж-2024. И там саянец намерен взять золото. Александр Гаврилов, Артур Рощупкин, АСТВ.